Шмот дает дополнительные скиллы и там можно набрать в принципе довольно большой плюс к скиллам. Ко всем я набирал где-то плюс 13, ну то есть общие скиллы у меня были 33, но это не предел. Можно намного больше плюсов набирать скиллам, ну поверьте, плюс 13 это тоже довольно сильно. Так, это пока еще второй уровень. Сейчас посмотрим куда нам примерно нужно бежать. Тогда проверим вверх, поскольку по этой карте я понятия не имею, где должен находиться выход. Проверим тогда вверх. Кстати, вот я опять забыл, надо было не пробегать всю эту локацию, а в одном месте там рядом с Мишифом есть второй проход на первую локацию и вы сразу отказываетесь около выхода на второй левел. Ну вот почему-то я вот заигрался и забыл об этом. О, вот видите, повезло мне. Так, наверное, схожу туда в город, пополню запас хилок. Кстати, вспомнил о том, что раньше было неудобно в ранних версиях. В ранних версиях труп появлялся, когда вы умирали не вот здесь вместе с вами, а вот здесь. И приходилось вот так вот бежать и потом к продавцам. Довольно было неудобно. Теперь Близзы поправили и труп появляется рядом с вами. Вот мана, к сожалению, появляются только вот эти супер мана поушен. И также то же самое относится к хилкам. И поэтому дешевле в Кошмаре хилки и ману купить, к сожалению, нельзя. Поэтому, начиная с Кошмара, оптовый закуп зелий обходится, в принципе, вам довольно дорого. Если вы... Я вот сейчас вот пропускаю практически весь дроп, чтобы пробегать это все быстрее. И если вот вы на нормале не набрали достаточное количество золота, то вам придется так же и в Кошмаре бегать и продавать практически все. Но, естественно, в Кошмаре набрать большое количество золота намного проще, потому что практически каждая найденная вами хотя бы рарная шмотка будет стоить... Ну, минимум, наверное, 1025. Вообще максимальная шмотка по цене в Диабло стоит 35 тысяч, которую можно продать торговцам. А у торговцев я даже не знаю, какие цены они могут загибать. Поэтому, собирая дроп, например, с боссом, 3 каких-нибудь уникальных шмотки, вы продаете там примерно за... Короче говоря, больше, чем за 100 тысяч, если хотите, сами можете умножить 35 на 3 и посчитать. Мне просто сейчас лень. Так. Ищем ордамента. Он, скорее всего, где-то вот здесь будет. Нет, да? Похоже, что нет. Значит, будет где-то находиться справа. А, что же мне за квесты дали? Вообще, честно говоря, лучше все-таки квесты смотреть, потому что можно случайно и пропустить. Но не в случае ордамента, потому что там появляется золотой сундук на карте. А так вот иногда можно что-то просмотреть. Если... О, вот. Видите, вот. Мы еще не дошли, ничего еще толком не увидели, но появился у нас квест-клок. Это значит, что ордамент рядом. Так. Да. Все-таки у нас пока мэрк не тащит. Нужно ему найти что-то получше. Поэтому придется сбегать его сейчас выкупить. Ломаться шмот будет быстрее, чем на норме, потому что попадают по нам... Ну, хотя вы знаете, 66 процентов... В принципе, довольно много у меня защиты для кошмара, потому что 66 процентов это еще не губительный шанс попадания по вам. Когда, конечно, там 95 показывается, это, конечно, печально. Так. Ну, вот. Во. Вообще очень неприятно. Хорошо хоть здесь вот рядом атма находится, но на кое-то спряталось. Видите, несмотря на то, что я вот прокачался, 42-й у меня, по-моему, сейчас уровень 43-й. 43-й уже все равно довольно сильно мне входит. Ну, сейчас разберемся с азаментом, разберемся быстренько. Видите, быстро у него летает хп, я стою не там. Вот отсюда все молотки заходят или тоже заходят. Вот отсюда точно должен заходить. Все, главное, чтобы умер, как они умер, но он не отравленный. Вся эта нежность сейчас сама умерет. Как видите, скролл на кошмаре... Харадрик скролл на кошмаре не вылетает, просто потому что у нас уже есть куб. И второй квест мы получаем автоматически. Как только, по-моему, вообще попадаем во второй акт. Или, по-моему, когда первый раз разговариваем с Декард Кейном. Изучаем наш плюс скилл. Качаем до 20-го левела Блэйст Хаммер. И продолжаем прохождение. Так, вот здесь вот всего два выхода есть. В первом акте три выхода. Слева, сверху, справа. А во втором только два. Чаще всего сверху, но вот иногда бывает слева. Поэтому надо на карту смотреть. Чтобы случайно не запутаться. Так. Или даже наоборот, чаще, наверное, слева, чем сверху. Просто я уже давно что-то не играл. И уже не помню. Так, ну здесь пока тоже опыт не особо идет. Поэтому я пробегусь. Только вот этих вот ребят убью. Потому что это миньоны. Как я определил, потому что у них была аура. Если есть аура у монстров, это значит точно где-то рядом находится уникальный мог. Еще одна аура, которая снижает резисты. Это как раз та аура конвисинут, о которой я рассказывал, когда мы проходили четвертый акт. Она у нас есть. Но так как мы играем через другой билд, который наносит магический урон, она нам не нужна, поскольку она снижает резисты только к стихиям. Ну и к яду, которой стихией не является. Так. Убиваем мобов. Проходим. Короли вот эти вот от своих молний пока наносят не сильный урон. Но вот когда мы будем искать посох, особенно когда мы будем идти уже к Дуриэле, там вы увидите, что если не набрать приличный лайтный резист, то отгребать будем довольно сильно. Поэтому желательно бы, конечно, что-то мне... Какие-нибудь хорошие шмотки бы найти. Даже, возможно, придется мне побегать к Андериэле, к нейтмэровской. Она дает дроп. Ну, не самый хороший, конечно, но, наверное, получше, чем балл из нормала. Потому что, вот видите, вот эта шмотка, которую мы вывели с Андериэле, она, по-моему, в нормале не вылетает. Так, в Найтмэре нам что-то хронически не везет. Находил я в нормале пути к следующей локации намного быстрее. Здесь он может... А, вот он. Ладно, уже нашел. На Драй Хиллс нам нужно найти, желательно, конечно, только вейпоинт. За кубом мы еще раз не пойдем, потому что он у нас уже есть. Второй нам не нужен. Он выпадет, но подобрать его будет нельзя. Поэтому просто найдем вейпоинт и попробуем найти сразу же проход на фар-оазис. С вигером кончается выносливость, честно говоря. Странно. Вот, можно вот... Нет, не знаю. Когда-то этот баг работал. Может быть, никогда не работал, но, по-моему, раньше вот так можно было делать. У вас выносливость чуть-чуть увеличивалась. Так. Видимо, сверху уже ничего нет. Попробуем поискать снизу. Чаще всего... Ну, не чаще всего. Очень часто находится портал рядом. Вот, видите, рядом с этой лесенкой. Поэтому я вот чуть-чуть вернулся. Угу. Попробуем теперь найти проход в следующий уровень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...